Всем привет! Меня зовут Александр Жгибисов. Я и моя команда занимаемся тем, что помогаем малому и среднему бизнесу работать с семантикой на уровне, который гарантирует крупные SEO-студии. То есть мы разрабатываем и внедряем семантику под ключ. Сегодня я на канале SEO-пульт.тв буду рассказывать вам о том, как работать с семантическим ядром и анализом семантики, когда вы делаете не новый сайт, а когда у вас есть уже сложившаяся структура, трафик. И есть страницы, которые приносят трафик и теряют их очень проблематично. Ну что ж, поехали! Первое. Если у вас есть, собственно, тот трафик, и вы начинаете составление семантики с нуля по разным причинам, то есть вы сделали аудит с сайта, аудит конкурентов и поняли, что огромный пласт запросов в структуре теряется, да, то вы решаете переделать семантику, тот фундамент, который закладывает вообще всю дальнейшую работу по оптимизации вашего сайта. И если вы не учтете запросы, которые у вас уже есть, да, несмотря на то, что вам нужно переделать, вы потеряете очень большой трафик. Соответственно, потеря трафика будет грозить вам тем, что вы потеряете заказы. И по факту для бизнеса это катастрофичная ситуация. Допустить этого нельзя. Итак, как же нам составить семантику, когда у нас уже есть трафиковый сайт? Давайте прям по пунктам. Первое. Что нам нужно сделать? Нам нужно вытащить наши запросы из Яндекс.Метрики, из Google Аналитики, да, из последних поисковых запросов Яндекс.Вебмастера. Делается это моментально и просто. То есть вытаскиваем запросы из метрики и из аналитики с помощью кей-коллектора. Что дальше? Запросы из поискового вебмастера, из Яндекс.Вебмастера можно выгрузить с помощью кей-коллектора. Но инструмент работает не всегда достаточно стабильно. Поэтому Сергей Осев сделал отличный скрипт, который позволяет это сделать. Что мы делаем? Мы составляем определенный алгоритм. Берем и добавляем в свой браузер пустую закладку. Что делаем дальше? Изменяем закладку и в Юру вставляем код, который вы можете скачать с Яндекс.Диска. И вставляем его, соответственно, в Юру. Дальше. Переходим в последние запросы в Яндекс.Вебмастерсе и запускаем эту закладку. Он нам предложит начать с первой страницы. Можно, соответственно, удалить и один, чтобы было пустое значение, и нажать ОК. Пойдет процесс парсинга запросов. В оконцовке вы получите вот такой результат. Откроется в новая вкладка. Обязательно проверьте, не запрещено ли Хрому открывать у вас вкладки автоматически, всплывающие, окна новые. Потому что, если это будет запрещено, придется разрешать и запускать процесс заново. А если у вас там семантика на 500 тысяч запросов в Яндекс.Вебмастерсе, а такие у нас тоже примеры были, то процесс длится по несколько часов. Будет обидно это потерять. Соответственно, копируем запросы из получившейся вкладки в Excel и дальше вставляем запросы вручным добавлением в Хейколлектор. Что делать далее? Понятно, что это запросы вашего сайта, но у вас есть маркерные вещи в структуре. И не все запросы у вас выведены в топ. Не случайно вы начали делать аудит семантики, не случайно вы пришли к тому, что вам нужно добавлять всю остальную семантику. Для этого вам нужно пропарсить, проанализировать и пропарсить всю вашу нишу. Здесь проведены источники, как проанализировать, как пропарсить будет рассказано в курсе абсолютно бесплатном. Он уже есть. В конце презентации вы получите ссылку. Если кто знает, ну понятно, делаем анализ ниши, входные группы и парсинг Хейколлектора. После этого нам нужно снять позиции и релевантные страницы. Хейколлектор и эту возможность предоставляет. Но нужно для того, чтобы это сделать быстро, XML. XML можно купить на бирже, вставить настройки, тот соответственно код, который отдает вам биржа. И вставить в юру вашего сайта. Вначале пропарсить страницы позиций, затем релевантные. Зачем парсить и страницы позиций и релевантные? Во-первых, это дополнительные данные для аудита. Потому что если страница позиций и релевантные отличаются, и страница позиции, ну позиция вашего сайта в поиске не очень хорошая, там выше первой страницы, то соответственно это повод дополнительно проанализировать, почему у вас релевантные отличаются. А во-вторых, банально, не у всей семантики у вас есть позиции. Ну понятно, да? То есть вы для этого же все затеяли. Поэтому релевантные будут нам помощником в поиске целевых страниц на вашем сайте. Именно поэтому парсить их необходимо. Ну, соответственно, для чего мы это все делали? Для того, чтобы построить структуру вашего сайта. Для этого мы разработали специальный макрос, которым заполняем эти данные в Excel. Вручную можно группировать в кей-коллекторе, но это не очень удобно. Поэтому мы разработали такой макрос. Кто не понял формат работы, вот есть вебинар. Ссылка на вебинар. Я уже рассматривал этот процесс, как сделать все это поэтапно. Естественно, более подробно можно зайти и посмотреть. На выходе вы получите еще раз структуру, да? То есть по факту структуру вашего сайта, ваших ссылок в Excel. При переходе на каждую ссылку сайта вы получите запросы, которые идут для вашей страницы. Соответственно, можно снять данные частотности, да? И позиции, страницы позиции релевантны. И вот видите, минус один здесь на скриншоте. Это как раз там, где данных позиций нету. И вот для таких случаев нам нужно снимать релевантну. Просто на скриншот не стал помещать, чтобы было видно. Но там еще есть один столбик, это страницы релевантных позиций. Как же получить тот самый макрос? Все очень просто. Вы берете данное видео, данный мастер-класс, и делаете репост в любой социальной сети. В Facebook, ВКонтакте, ну то есть, пожалуйста. После этого пишите мне в личку с ссылкой на данный пост. Давайте не только сами будем пользоваться, но и поделимся с окружающим миром столь полезным инструментом. И я вам предоставляю этот макрос абсолютно бесплатно. Несмотря на то, что были потрачены определенные ресурсы, будет достаточно обыкновенного репоста, чтобы хоть какой-то профит у нас был. А теперь, что делать? Проверяем на полноту семантики. Как проверять? Все то же самое. Это процесс сбора. Вполне вероятно, что при анализе семантики вы какие-то моменты не учли. Это вытащится из конкурентов и так далее. То есть, каждую страницу вашего ядра, вот этого вашего анализа, вы должны проверить, насколько она полна. Полнота семантики, я уже сегодня сделал мастер-класс, он выйдет одним из первых, вы увидите. То есть, это единственный вариант борьбы с сильной коммерцией, с агрегацией в топе. Без полноты семантики этого не получится. Ну и получается, проверяем на правильность кластеризации, дубли страниц и так далее и тому подобное. Очень важно. Это вот для чего мы все это сделали. Если у вас есть топовая страница, и на ней нарушена кластеризация, но при этом она является трафикогенерирующей, она важная для сайта, пусть она останется. Слава богу, ранжирование оказывается не только по текстовым факторам, ну, собственно, не по семантике, не по вхождению, не по оптимизации. Есть и другие факторы ранжирования, поведенческие, ссылочные, пользовательские и так далее. Если страница работает, мы ее не трогаем. Именно для этого этот анализ и делается. Для того, чтобы увеличить просчет ваш, ну, соответственно, не просчет, увеличить позиции вашего сайта там, где они минимальны. Вот для этого мы делаем семантику. Обработать то, что мы не сделали. Ну и при этом учесть, соответственно, ваши главные страницы. Вам придется работать с редиректорами. Ну, соответственно, про это есть много видео. Понятно, если у вас нарушена структура, и вы будете ее переделать, обязательно вручную проставьте редиректы. Это поможет и программисту, и вам в дальнейшем. Как, соответственно, в случае редиректов, в случае обновления страницы, дать Яндексу понять, что у вас страница обновилась. Как максимально быстро сообщить об этом поиску. Как не потерять то драгоценное время, которое необходимо на переиндексирование. Инструмент переобход EVM. Он позволяет работать с небольшим количеством страниц, но сейчас Яндекс наконец-таки реализовал переобход сайтмап. То есть, если вы там обновили тысячу страниц, вы можете просто сайтмап передать на переобход, и, соответственно, данные обновятся в разы быстрее, чем это будет в естественном варианте. Ну и, соответственно, для тех, кто не составляет семантику с нуля, а кто считает, как и я, что оптимизация – это аналитика. То есть, вот этот инструмент мы можем использовать не только для того, чтобы собрать новую семантику, но и для того, чтобы постоянно отслеживать позиции, по которым мы просчитались, по которым у нас не топ, да, желаемый, и доводить их до топа. Что делать? Минимум раз в полгода. Это в нашей компании. У кого-то, естественно, быстрее. Мы вытаскиваем весь этот полный семант и занимаемся проработкой юзабилити, проработкой текстовых факторов для того, чтобы довести это для топа. Как, соответственно, делать аудит документа, я рассказывать вам сегодня не буду. У меня просто на это физически не хватит времени. Есть чек-лист от Арсенкина. Посмотрите, есть инструкция на SEO News. Почитайте. Это то, как работать с аудитом документа. То есть, не про анализ семантики, а просто улучшать вашу страницу. Даже банально. За счет улучшения страница может подняться в поисковой выдаче. Соответственно, если вы не понимаете и не допоняли, как за счет анализа семантики увеличивать ваш трафик, у нас есть бесплатный курс по оптимизации сайта на моем YouTube-канале. Ссылка есть. Для тех, кто считает, что фундамент сайта нужно делегировать, отправлять на работу именно специалистам, а не совершать ошибки, за которые потом будет мучительно больно, обращайтесь к нам. Специально для подписчиков канала я даю 10% скидку на месяц с момента выхода этого ролика на услуги семантики. Будь то это базовое построение семантики, будь то это внедрение семантических ядер. Вся информация есть у нас на странице. Пользуйтесь, я думаю, вам будет полезно. Ну, и еще раз, спасибо вам за внимание, спасибо, что смотрите SEO-пульт, спасибо, что развиваетесь. Даже несмотря на то, что вы не работаете самостоятельно, за счет этого вы можете контролировать ваших подрядчиков. Если возникают какие-то вопросы, после просмотра всей информации вы можете обратиться ко мне, я вас проконсультирую, как и что нужно делать. Всем спасибо за внимание, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пока! Субтитры подогнал «Симон»!